Сколько в весе маленьких? Дведи, 2,950. Ну да, вот, потому что как-то едем овощи. Ну да, для девочки, я для меня. А первый кто? А первый мальчик. Окей, все, комплект уже есть. Полный конкрет. Теперь за третьим. Ну вот, муж так и сказал. Да, обязательно. Теперь за третьим уже все равно, да. Будет двойнее. Широко используемая эпидуральная анестезия, индивидуальные родильные залы, одноместные послеродовые палаты, женская реанимация. В областном центре материнства и детства в Раменском есть все необходимое для того, чтобы роды проходили комфортно, а главное, безопасно. Приветствуют врачи родильного дома и партнерские роды, которые, как правило, проходят с мужем. За полтора месяца работы областного центра прошло пять партнерских родов. Мы рожали первого ребенка, все где мы посадили, по-моему. И там положили ребенка, мама приехала, и мы пригласили папу. Он вообще не собирался, он не хотел. Можно сказать, ну мы его так, попросили, приезжайте и попробуйте. И на самом деле, он весь процесс родов прошел вместе с нами, но в самый ответственный момент, когда само выражение, он там вышел на три жутки, ну так вот видел это все. И потом, когда положили на грудь, и мы его отдали в руки через пять минут, его же ребенка, и пока там с мамой занимались, он ходил по коридору вместе с ребеночком. Он говорит, спасибо огромное, что вы вообще меня пригласили, затащили, привлекли. Я говорю, это не забываем, самый лучший момент в моей жизни. Муж может помогать женщине, во-первых, сесть, когда женщина на мячике сидит, и двигается, да, совершает такие прыжки, это помогает разгрузить поясницу, и помогает более мягкому, пускай, ребенка, помогает подготовить промежность к родам. И, в общем-то, женщинам это... Очень нравится. Самое главное, что во время занятий и всяких упражнений, когда муж массирует спин, увеличится кровоток и плацетарных раздражений. И это дает обезболивающий, снятие спазма, обезболивающий эффект. После родового отделения женщин находятся со своими детками. Есть условия для оказания, что очень всегда волнует женщин. Это детская реанимация, хотя мы всегда надеемся, что роды пойдут благоприятно, и детки будут хорошие. Но всегда у нас, во-первых, круглосуточная натальная служба. Она уже была там и пришла сюда. Есть детская реанимация. Те дети, которые нуждаются в реанимации, это отдельная палата, отдельные врачи, которые лицензированы, образованы, выучены именно для оказания экстренной помощи. Расширила свою зону деятельности наша гинекология. У нас новый заведующий, молодой доктор, кандидат медицинских наук, оперирующий доктор. И мы вот сейчас очень много оказываем помощь женщинам. Вот я помню, я всегда говорила, женщины моего любимого возраста. Женщин, которым за 50, у которых масса проблем, которые не принято озвучивать громко. И, значит, вот он занимается этими операциями по всяким этим проблемам женским, оперирует. У нас очень много. У нас в день проходят 2-3 плановых операции. Он тоже консультирует у нас в женской консультации. И все, которые желают женщины, они могут записаться к нему через своего врача, лично записаться. Рабочий визит заместителя министра здравоохранения Московской области Ирины Солдатовой прошел в неформальной обстановке. Вместе с главным врачом Раменской ЦРБ Андреем Фадеевым и заведующими всех отделений областного центра Ирина Солдатова провела экскурсию для будущих мам. Беременные женщины смогли познакомиться с коллективом родильного дома, а также оценить обстановку индивидуальных родильных залов послеродового отделения и даже оперблоков. Наркозные аппараты и сами лампы, которые бестеневые, дают возможность хирургу совершенно спокойно проводить операцию, не затеняя поле, рамы. Соответствующий в операционной сразу же стойка, столик, вернее, для, скажем так, новорожденного, где оказывают ему первичную, скажем так, обработку его, смотрят, обследуют. После рождения, даже после операции, после операции ребеночка прикладывают другие мамы. У нас есть возможность и у нас поставлено оборудование, это российское оборудование, это коагулятор с возможностью органоплазменной коагуляции. Это тоже один из новейших методов, который позволяет значительно сократить кровопотерю, который позволяет провести операцию в кратчайшие сроки и сократить возможность именно дальнейших осложнений для матери. У нас, благодаря всему тому оборудованию, которое в этой операционной находится, сейчас появилась возможность совместно акушеров и кинекологов проводить совместные операции. Это операция симуляции. Сегодня тренд нашего, наверное, в Подмосковье. Мы рожаем в Подмосковье, всех приглашаем, потому что у нас безопасные, комфортные роды, на все бесплатно, на высококолифицированном уровне. И, безусловно, это очень большое достижение. Я думаю, что раменские жители и все окружающие территории будут с радостью, с готовностью. Как сегодня показала практика, больше 15 беременных с нами прошли, мы провели экскурсию. Я думаю, что они с радостью к нам придут, потому что они познакомились с врачами, познакомились с условиями. Они теперь знают, уже могут прийти, как уже в родной дом, и их мы будем ждать всегда. За время работы родильного дома в его стенах на свет появилось уже около 260 детишек. Областной центр материнства и детства рассчитан на 150 коек. Есть круглосуточные и дневные стационары. Работает женская консультация на 250 посещений в смену. В индивидуальных родильных залах есть все необходимое для постоянного контроля за состоянием женщины и плода. Если вдруг малыш родился раньше срока, на помощь придет профессиональная команда специалистов реанимационного отделения. Аппаратура, конечно, хорошая. Она умеет, допустим, делать тепловую завесу. Если мы открываем кивес, и нам нужен доступ достаточно серьезный. Если нам нужен доступ со всех сторон одновременно, мы можем его поднимать. При этом там тепло тоже появляется. Сейчас увидите, если хотите. Открывается тепло. Витературе подогрев. То есть температура всегда держится. Мы берем на учет беременных женщин со всего района. Мы не отказываем никому. Пожалуйста, приходите, вставайте на учет вовремя. Раннее взятие на учет беременной – это залог благоприятного течения самой беременности. Есть отдельные кабинеты для ультразвукового исследования, для функционального исследования. У нас будут делать электрокардиограмму для беременных, холтерское монетарирование. Терапевт у нас теперь работает на целую ставку каждый день. Пожалуйста, всех беременных приглашай. Беременных, подчеркиваю, всех беременных приглашай на прием к нашему терапевту. Ведется специальная программа по выявлению гестационного сахарного диабета. Когда вы будете сселяться, эти палаты достались, скажут, что я предпочитаю, например, двухместную палату, а я бы хотела бы одноместную. Вот и все. То есть высказать свое пожелание. То есть есть наличие как одноместной, так и двуместной. И все это абсолютно бесплатно. Как я еще раз говорю, по полюсу МАЭС. Екатерина Алафимова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».